Дорогие друзья, приглашаю вас на настоящий пиратский корабль, где собирается элита теневого интернет-бизнеса. Успей занять свое место в лодке, пока регистрация не стала платной. Узнаешь самые интересные и актуальные способы теневого заработка в интернете. Ссылка есть в описании. Итак, добрый день, друзья. Сегодня мы начинаем важную и интересную тему. На мой взгляд, самую важную и интересную тему после темы съемки хорошего контента. Представим, что вы сняли хороший ролик. Дай бог вам всем снять когда-нибудь хороший ролик. Ролик, который будет набирать много просмотров. Ролик, который люди будут с удовольствием смотреть. Который люди будут делиться с другими людьми. Постить, репостить и так далее. Вот просто дай бог, кто верит. Ну и там вселенная, кто верит во вселенную, а не в бога. Кто верит там еще во что-то. Вот пусть вам эта сила даст возможность сделать хороший ролик, а лучше побольше. Сегодня поговорим, как же нам на этом ролике набрать много просмотров. Потому что, как вы понимаете, сделать хороший ролик это здорово, но набрать на нем много просмотров это еще более здорово. Я думаю, что для всех. Да, я тоже верю во вселенную. Спасибо, Юрий. Итак, естественно, театр начинается с вешалки. Ролик начинается с названия. И в принципе, в случае с названием у вас два варианта. Желтое название или поисковое название. Я уже много рассказывал о том, чем это отличается, но повторю на всякий случай. Может кто-то первый раз. Ну, короче, лишним не будет. Итак, поисковое название это название, которое люди могут искать в поиске, собственно. Что это может быть? Например, какую бас-гитару выбрать. Это вполне себе поисковый запрос. Человек, который интересуется, какую же гитару ему приобрести. И, соответственно, вводит такой запрос. Как познакомиться с девушкой? Кто хоть раз вводил в поиски? Признавайтесь, поставьте смайлик коварный. Как познакомиться с мужчиной? И так далее. Есть смайлик? Есть коварные смайлики. Спасибо, солнышко. Спасибо, дорогой. Вот. Поэтому поисковое название это то, что люди ищут в поиске. Я расскажу сегодня, как можно хитрые вещи делать с этим поиском. Ну и, собственно, второй тип названия. Это впечатляющее или желтое название. Как хотите, так и называйте. Какое-то яркое название на злобу дня. Ну вот, например, кто смотрит дебаты, поставьте плюс, кто смотрит хоть какие-то дебаты, интересуется хоть немножко выборами. Сейчас там очень много на YouTube роликов, да, там, как, например, Мальцев стучит ботинком по столу, как сказать, по стенду или как он там будильник достал. Это все на YouTube там набирает просмотры, потому что, ну, типа, интересно, типа, шок-контент, да. Никто же не предполагал, что он себя будет так вести. Поэтому это интересно, это что-то набирает. Ну, кто-то смотрит, кто-то не смотрит. Ну, просто сам факт. Или вот Соколовского посадили в тюрьму. Опять же, кто знает, можете поставить плюсик за то, что он снимал там, играл в погемонов в церкви, да, и снимал это. Ну, там, пока что он в СИЗО, потом, может быть, посадят в тюрьму. Надеюсь, что нет. Ну, тоже это такая желтая тема. На ней многие сразу начинают спекулировать. Я думаю, с этим понятно. Есть два типа. Поисковая и желтая. Ну, впечатляющее. Давайте еще раз, да, закрепим примеры поискового названия. Как правильно сварить кофе в турке, да, как и где скачать Майнкрафт. Я думаю, что это понятно. То есть, то, что люди ищут, то, что их интересует. Вообще, поисковые запросы мне нравятся больше, чем желтые. Объясню почему. Если человек ищет, какую машину выбрать, вы можете ему в ролике что-то предложить, что-то прорекламировать. И это будет ваша целевая аудитория. Если же человек просто смотрит, там, автомобильные аварии, вот они раньше много просмотров набирали, там, разные ДТП, какие-то приколы на дорогах, то вряд ли это целевая аудитория. То есть, с одной стороны, ролик, там, какую машину выбрать, может набрать меньше просмотров, но при этом с него могут идти целевые клиенты, да, и реклама может стоить, естественно, сильно дороже. А если у вас ролик, там, с авариями, его могут посадить миллионы человек, но, к сожалению, это будет иметь мало смысла и мало значения. Я думаю, что это понятно. Следующий момент, да, примеры впечатляющих названий, ну, вот, собственно, про Соколовского я сегодня уже сказал. Орест за Pokemon Go. Яркая картинка. Вообще, когда вы делаете яркую картинку, у вас больше шансов, что вы в поиске будете светиться чаще. Давайте обратим внимание вот на все эти картинки, да, они довольно яркие. Это картинки из топа YouTube, это яркие, резкие, жесткие заголовки, ну, и, соответственно, картинка, там, Пикачу, вводят менты куда-то, это очень прикольно. То есть, если вы хотите снимать такой шок-контент, то, соответственно, вам нужно, чтобы картинки у вас тоже были, ну, в каком-то смысле, шокирующие пользователи. Чем хорошая картинка отличается от плохой? Нет какого-то там способа, да, там, нажать в Photoshop какую-то кнопку, чтобы картинка стала хорошей. Но есть очень простой человеческий фактор, да, если люди нажимают много, значит, картинка хорошая. То есть, если между картинкой вашей и конкурентовой... Ну, а по ссылке в описании можно приобрести полную версию этого вебинара по цене чашки кофе. Рекомендую.